Время новостей на телеканале Хабар 24. В студии работает Галина Гаджукой о главных событиях к этому часу. Финрегулятор накануне разослал письма банкам с требованием прекратить практику удержания комиссии заведения судного счета. Если ее будут взымать и далее, будут приниматься соответствующие меры, предупредили в Нацбанке, пояснив, что правомерность действий банковских работников оценивалась на основании закона о платежах. В статье 27 дано четкое определение, какие счета следует считать банковскими. Лицевые и судные счета к ним не относятся. Соответственно, и комиссия по ним никак не может быть связана с банковскими услугами. По выявленным ранее фактам вынесены предписания. Добавлю, что ранее Финрегулятор утвердил полный перечень комиссий и платежей, связанных с выдачей займов. Сейчас их 11, тогда как раньше было более 40. С 1 июля все кредитные организации обязаны придерживаться утвержденного списка. В октябре подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Новые тарифы станут известны в середине августа. Их еще должны обсудить депутаты Гормаслихата и члены общественного совета. Лейла Ауэсова о новых ценах на проезд. В октябре стоимость проезда в общественном транспорте остается самой низкой в стране. 55 тенге, но уже в августе может вырасти до 80-90 тенге. В последний раз тарифы повышались 4 года назад, а с 2016 года в областном центре отменили льготный проезд для пенсионеров. Октябрьский автопарк возит пассажиров по 34 городским маршрутам. Перевозчики сообщают, предприятие несет серьезные убытки и не может поднять зарплату своим сотрудникам. Действующий тариф не соответствует фактическим затратам по содержанию и развитию транспорта. К примеру, только дизельное топливо каждую неделю дорожает на 2 тенге. А к осени цена на ГСМ может подскочить до 200 за литр. Уже где-то в первой половине августа тариф должен быть скорректирован. В районе 80-90 тенге. Если подниматься не будет тариф, просто это будет очень сложно для перевозчиков. Подвижной состав нужно ремонтировать, обновлять. Водители хотят увеличения заработной платы. Городской Акимат и основной перевозчик пришли к мировому соглашению. Автопарк обещает закупить новые автобусы и улучшить работу на городских маршрутах. Кроме того, в рамках проекта «Смарт-сити» в общественном транспорте ведут систему электронного билетирования. А также гибридный тариф, когда по карточкам платить будет дешевле, чем наличными. При этом рассмотрят возможность возмещения затрат на проезд для льготников. Раньше для пенсионеров проезд в автобусах был бесплатный. Сейчас платим, как все. Если проезд подорожает, пусть тогда нам льготы вернут. Почему не думают о стариках? Нам тяжело будет. Если бы постепенно поднимали стоимость проезда, не так ощутимо было бы. А так сразу в два раза почти. Это же удар для пенсионеров. С пересадкой 180 тенге отдашь. Пешком ходить тоже не можем. Уже не молодые. Систему электронного билетирования протестируют в сентябре. Обойдется она в 350 миллионов тенге и обеспечит прозрачность оплаты за проезд. Лайла Уэсова, Айбек Даутов, Актубе, Хабар, 24. В Атараусской области на финишную прямую вышло строительство 365-километрового газопровода, идущего к селам Азгирской зоны. Это 10 самых отдаленных в регионе населенных пунктов, расположенных вдоль границы с Астраханской областью России. Стоимость проекта почти 10 миллиардов тенге. Укладку газопровода к селам, где проживает 7 тысяч человек, строители планируют завершить в декабре. Так что Новый год Азгирцы встретят с голубым топливом. Деньги выделены не только на прокладку магистрального газопровода до населенных пунктов. Дополнительность бюджета направляется 160 миллионов тенге на прокладку внутрипоселковых линий, которые подойдут к каждому дому. После того, как эти работы завершатся, газификация региона станет стопроцентной. В селе Шаян Байдибекского района появится канализация. Работы по прокладке труб и установке колодцев уже начались. По словам специалистов, подключиться к центральной источной системе жители смогут уже в 2019 году. Николай Путилин продолжит. Более одного миллиарда тенге. Именно такая сумма была выделена из областного бюджета на прокладку 24 километров канализационных труб. Система охватит 12 улиц. На данный момент прокладка гофр завершилась на 50%. Определено и место скопления сточных вод. Резервуар будет выкопан около местной свалки в нескольких километрах от села. Из выделенных на этот год денег мы освоили 100 миллионов тенге. Подрядчик использует материалы исключительно казахстанского производства. Руководство компаний дает гарантию сроком на 7 лет. Сточные воды будут скапливаться далеко от села. И поэтому экология не пострадает. По плану планируем завершить осенью следующего года. По проекту канализационные люки устанавливаются через каждые 50 метров. К одному колодцу будут подключаться 4-5 абонентов. Сапара Лисулейменов с нетерпением ждет завершения строительства. Мужчина проживает в райцентре уже около 15 лет. Все эти годы главе семейства приходилось копать септики, а для их очистки пользоваться услугами осенизатора. За каждую очистку септика я отдавал 4 тысячи тенге. Грязную использованную воду сливали на улицу или во двор. Теперь вот канализация будет. Мы готовы платить за эти услуги, потому что это удобно и выгодно. Несколько лет назад жители Шаяна получили круглосуточный доступ к питьевой воде. С 2016 года в селе на 100% завершились работы по газоснабжению. Следующая стадия работ – установка освещения и камер видеонаблюдения. А с завершением прокладки центральной канализационной системы жители получат доступ ко всем коммунальным услугам. Пассажиры ранее отмененного рейса «Актау-Анталия» вылетели в Турцию. Компания «Сункар-Эйр» предоставила второе резервное судно, которое выполнило ночной рейс. Напомню, полет задержали по техническим причинам. 140 пассажиров были вынуждены ждать разрешения ситуации более суток. По словам представителя перевозчика, накануне людям предоставили транспорт до города и питание. Просто крупно повезло пассажирам авиакомпании «Аэромексико». Самолет, которым они летели, разбился, но погибших нет. Инцидент произошел в аэропорту мексиканского города Виктория де Дуранго. Лайнер рухнул на землю сразу после взлета и загорелся. На его борту в этот момент находились более 100 человек, включая членов экипажа. 85 получили травмы, но от госпитализации многие отказались. Борт выполнял рейс из аэропорта Хенерал-Гвадалупа-Виктория в столицу страны Мехико. Два туристических поезда столкнулись в Перу на отрезке железной дороги в районе всемирно известного исторического памятника эпохи инков Мачу-Пикчу. В результате случившегося пострадали несколько человек. Аварию спровоцировали протестующие жители, которые перекрыли пути и не давали проехать первому поезду. Из-за этого в него врезался второй идущий следом. Оба железнодорожных состава направлялись из города Куско в Мачу-Пикчу. Поток туристов в древний город, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, с 1983 года постоянно растет. В 2016 году его посетили около 1 миллиона 400 тысяч человек. На подъезде к Мачу-Пикчу местные жители перекрыли дорогу, и мы остановились. В какой-то момент раздался сильный грохот. Протестующие отошли от поезда. Потом узнали, что в нас врезался другой состав. Власти Ливии вывезли 160 мигрантов из Месраты в Нигер в рамках добровольной программы депортации. Данная мера была инициирована Международной организацией по миграции в сотрудничестве с правительством Арабской Республики. Программа призвана облегчить ситуацию с переполненностью местных тюрем, где содержат нелегалов. Вынужденных переселенцев депортировали спустя несколько дней после того, как Ливийская береговая охрана спасла в море 579 человек, направлявшихся в Европу. Отмечу, что за пять лет при попытке пересечь море на пути к европейским берегам погибли полторы тысячи человек. При этом самым опасным для беженцев является маршрут из Ливии в Италию. Всего в этом году в Европу прибыли 55 тысяч мигрантов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Бразильские студенты и школьники считаются одними из худших и малообразованных в мире. Проведенный анализ показал, что почти 70% школьников бросают школу еще до выпускных экзаменов. Также себя ведут и большинство студентов высших учебных заведений. Таким образом, уровень образования в стране стал катастрофическим. Эксперты уверены, подобная практика уже в ближайшем будущем приведет к настоящему образовательному вакууму и безграмотности населения. Из Бразилии сюжет Анастасия Голец. Стандартная проверка уровня подготовки бразильских школьников и студентов, кажется, шокировала местное министерство образования. Еще во время экзамена педагоги отмечали, что большинство учащихся не то чтобы испытывало трудности при ответах, а попросту не понимало сути задаваемых вопросов. Привычные формулировки заданий вызывали непонимание, из-за чего опрашиваемые успели ответить в среднем лишь на 10-15 вопросов из 70 предлагаемых. А разве это может быть иначе? Отсутствуют школы, школьные программы, нет достойных зарплат для учителей и хороших руководителей, которые бы и давали детям знания. Они шли на поводу у частных школ или общественных движений. Из-за этого наша система просто устарела по сравнению с другими странами. Зарубежные аналитики в то же время отметили, что и школьная программа откровенно слаба. Накануне в учебных заведениях Бразилии проводился экзамен среди подростков 15 и 16 лет по математике, языку и чтению. Результаты уровня знаний подрастающего поколения поставили Бразилию под всем предметом на последние места мирового рейтинга образования. По статистике, 60% бразильских школьников не могут сдать экзамены для перехода в старшие классы. Для сравнения, в Финляндии, одной из наиболее образованных стран, этот показатель составляет лишь 6%. Мы должны попытаться решить проблемы по пунктам. Во-первых, нужны хорошо оплачиваемые учителя. Второе, необходимо прекратить этот глупый футбол в школах. Это ни к чему не приводит. В-третьих, нужно внести поощрение чтения с детства. Это единственный способ получить аттестат. Из-за количества студентов Бразилии или из-за качества их подготовки, уровень дипломированных специалистов также вызывает массу вопросов. Среди 70 стран, в которых был проведен единый экзамен образования, Бразилия оказалась на 55-й позиции. К слову, первое место занимает Южная Корея. Как бы то ни было, но в ближайшее время местные власти пока не планируют проводить реформу в системе образования, оставляя подрастающее поколение на том же уровне учебного развития. Анастасия Голец, Дмитрий Лукша, Жоэл Франзони, Хабар-24, Бразилия. Кибератака на британскую компанию Dixon Scarfone могла затронуть около 10 миллионов человек. В связи с произошедшим глава компании Алекс Болдок принес извинения клиентам. По его словам, введены повышенные меры безопасности и проводится независимое расследование. Крупная хакерская атака произошла в прошлом году. Неизвестные пытались получить доступ почти к 6 миллионам банковских карт клиентов. Между тем, Dixon Scarfone была основана в 1937 году. Она представляет услуги в сфере телекоммуникации и электрооборудования. Все самое интересное, познавательное и красивое, что есть в Карагандинской области, показали школьникам из Актобе. 64 подростка провели в экскурсиях по Центральному Казахстану три дня. Многие из них в регионе впервые. Впечатлениями от поездки они поделились с нашими корреспондентами. В Карагандинской области их встречали как звезд на красной дорожке. 64 маленьких актобинца в Центральный Казахстан со знакомительным визитом. Три дня в круговороте познавательных экскурсий и активного отдыха. Дети побывали в Тимиртау, Шахтинский и Крикаролинском районе. Программа от посещения природных заповедных уголков до современного металлургического производства. От экспонатов музея жертв политических репрессий до мечети, построенной отцом Абая. Дети очень рады. Встреча была просто великолепной. И, конечно же, мы надеемся, что такие акции, наверное, станут, будут иметь продолжение, станут традицией. Особое место в экскурсионной программе – трудовая родина главы государства. Здесь ребятам показали место, где Нурсултан Назарбаев учился, и музей первого президента. Детей покатали на катере по Самаркандскому водохранилищу. Но, пожалуй, самое яркое впечатление в Тимиртау оставил зимний сад. Мне больше всего понравился этот парк. Тут все очень природно и красиво. Мне больше всего понравился вот этот Восток парк. Здесь мне больше всего понравился парень. Республиканская краеведческая акция продолжится теперь ответным визитом карагандинских детей в Ак-Тубе. Три музея построят в Таразе. Это музей боевой славы Данг, Жильтоксан и музей имени Жамбыла Жабаева. Два из них появятся до конца года. Сейчас сотрудники областного историко-краеведческого музея проводят огромную работу по сбору новых экспонатов. В рамках акции «Подари экспонат» помогают пополнить фонды и горожане. В фондах историко-краеведческого музея насчитывается 66 тысяч экспонатов. Большинство экспозиций появилось благодаря неравнодушным жамбулцам. Горожане приносят уникальные вещи прошлого столетия. В этом году у нас порядка уже около 10 экспонатов. Это предметы археологии, предметы этнографии, предметы быта. Пусть нерегулярно, но все-таки продолжают дарить нашему музею эти экспонаты. Потому что, как говорится, если театр начинается с вешалки, то музей начинается с фондов. Среди подаренных экспонатов этого года орнаментированный сундук, который относится к началу 19 века. В дар музею его передал один из жителей Тараза. А совсем недавно внук героя Советского Союза Саду Шакирова Сакен Шакиров принес текемет – казахский безворсовый ковер. По словам Сакена, дедушка Саду Шакиров, будучи еще маленьким ребенком, он по нему ходил. Ковер текемет – это ручная работа. Относится он к началу прошлого столетия, начало 20 века. Сделан вручную из особого сорта шерсти. Для таких изделий брали именно осеннюю шерсть, которая была более выносливая. За основу бралась одна коричневая тема. Сверху, путем аппликации, накладывались цветные узоры. Среди музейных экспонатов – медные чаши, уникальные документы, бронзовые и серебряные изделия, а также кувшины. Интересными экспонатами также являются вот эти сосуды хумы. Их случайно обнаружили на поле жители Жамбулского района во время проведения сельхозработ. Датируются они X-XII веками. В то время их применяли для хранения различной пищи. Часть подаренных экспонатов распределят по новым музеям. Их построят три. Два из них появятся до конца года. К примеру, текемет, который принадлежал Герою Советского Союза, Саду Шакирову, займет достойное место в музее боевой славы Данг. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Бапаев, Руслан Хатила, Тарас, Хабар-24. Сегодня на сайте телеканала Хабар стартовал прием заявок для участия в детском Евровидении 2018. О том, какие требования предъявляются казахстанским претендентам и о том, кто сможет принять участие в престижном конкурсе, уже знает Назамгуль Кумыспаева. В этом году на этом престижном детском международном конкурсе выступит и юный представитель Казахстана. Наша страна впервые примет участие в Junior Eurovision 2018. Переговоры агентства Хабар с Европейским Вещательным Союзом о возможности участия страны в детском Евровидении длилось несколько лет. И вот, свершилось. Для Хабара это очень большая ответственность, потому что единственным организатором на территории нашей страны являемся мы. Агентство Хабара является ассоциированным членом Европейского Вещательного Союза, который и проводит конкурсы как детского Евровидения, так и взрослого. Из тысяч юных талантов известные казахстанские деятели культуры, певцы, музыканты выберут самого талантливого. Заявки для участия в отборочном туре уже принимаются на сайте хабар.кз. С сегодняшнего числа, с 1 августа по 31 августа на нашем сайте есть анкета, в котором прописываются специальные условия. Соответственно, с 31 августа по 7 сентября специальные жюри, которые будут состоять из самых авторитетных у нас и исполнителей, и музыкантов, и музыкальных продюсеров, они будут определять финалистов. Участие в конкурсе может принять каждый ребенок из Казахстана в возрасте от 9 до 14 лет. На сайте телеканала, помимо своих данных, необходимо будет загрузить личные фотографии и авторскую песню. Песня, которая будет исполняться, должна на языке участника, значит на казахском языке, до 40% допускается английский язык. Стиль песни должен быть европоп, до этого нигде не исполнялось, это вот такое жесткое требование к песне. Хронометраж от 2.45 до 3 минут, это вот основные требования, которые касаются участника и касательно песни. Все участники в отборочном национальном конкурсе абсолютно равны. Победит только самый талантливый. Главного же претендента, который отправится на финал в Минск, зрители Хабара выберут голосованием в прямом эфире уже в конце сентября. В Баку стартовал Кубок моря 2018 в рамках армейских международных игр, в которых участвуют и казахстанские военные. На торжественном открытии представлены команды стран-участниц Казахстана, России, Азербайджана и Ирана. До 11 августа моряки будут состязаться в выполнении различных учебно-боевых задач на море. Соревнование пройдет в три этапа. Морская подготовка, борьба за живучесть корабля и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. По итогам жеребьевки казахстанский военный корабль «Мангестау» выполнит задачи первого эпизода после российских моряков. В прошлом году страны Каспия участвовали в Кубке моря двумя кораблями. В этом же году каждая команда выполнит задачи с одним боевым судном. С 2015 года игры начались в Кубке моря. Мы выступаем только на своих отечественных кораблях, которые производят отечественные производители. У нас в Казахстане, в Тибире, в военно-морских силах каждый корабль хочет участвовать. Мы проводили конкурс. Сильнейший, как сказать, который у нас были, ребята, мы пришли на том корабле. Главный цель конкурса Кубок моря 2018 является укрепление дружбы, мира и стабильности между прикаспийскими странами. В конкурсе участвует команда военно-морских сил Азербайджанской республики, команда Каспийской флотилии Российской Федерации, команда военно-морских сил Казахстанской республики и команда военно-морских сил Исламской республики Ирана. Это были все новости к данному часу. Спасибо за внимание и увидимся в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин